Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Продолжается программа «Дневной разворот». Четверг. Светлана Занько, Александр Осохин. Здравствуйте, все, кто только что подключились к нам. Здравствуйте. Ну что, в 30 минут к нам придёт Миша Лицарев. Я напомню, Викторина, история создания будет. Да, у меня сразу большая просьба. Я вот всегда, когда в эфире по вторникам и четвергам, я прошу наших постоянных, любимых, знатоков, которые уже неоднократно побывали в ресторанах «Вятич Райком», дайте возможность сегодня в первую очередь позвонить новичкам. Те, кто сидят у телефона и вожделеют дозвониться в нашу студию, пообщаться с Мишей Лицаревым и блеснуть своими знаниями. Дайте им, пожалуйста, возможность, потому что мы вас очень любим и уважаем, но очень хочется, чтобы ещё кто-нибудь поучаствовал в Викторине. Я, кстати, вот на прошлой неделе у меня приятель выиграл и рассказал своим знакомым. А те не знали об этой Викторине. И, как я понимаю, сейчас ради сертификата на тысячу рублей в учреждение, в заведение Вятича они будут участвовать. Они все активно. Я надеюсь, что не только ради этого сертификата, но и потому, что у нас прекрасная Викторина. Да, и знания действительно интересные. Я сегодня читала историю, кстати, которую Миша Лицарев подготовил. Я была в очередной раз приятно удивлена новыми фактами, которые он сегодня выложит на стол здесь. Это, на самом деле, очень интересно будет. Так что готовьтесь. Тема у нас сейчас будет совсем другая. Мы будем говорить с Анной Пантюхиной, руководителем молодёжного добровольческого объединения МИК. Анна уже в студии. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте. Мы будем говорить о том, зачем молодёжь открывает пункты по сбору батарейок. У нас есть с Сашей уже тут своё мнение по этому поводу, которое, конечно же, мы тут выскажем, а Анна нам будет парировать. Мы поддерживаем Анну, не пугайтесь. Но мы к этой теме приурочили опрос на сайте ахакеров.ру в нашей группе ВКонтакте. Звучит он следующим образом. Использованные батарейки. Что вы с ними делаете? Выбрасываете в обычный мусорный бак, храните дома или на работе, сдаёте специализированный пункт, сдали бы, но не знаете куда. Или вы не пользуетесь батарейками. И, о чудо, на сайте ахакирова.ру 20% ответивших говорят, что не пользуются батарейками. Саша, ты можешь в это поверить. То есть я-то делаю вывод, что люди просто, может быть, некоторые вообще не знают, что такое батарейка. Но это тоже странно. Это отдельная, наверное, тема для обсуждения. То есть ассоциации ныне иные, там аккумуляторы, батареи разные. Нет, батарейки. Мы говорим о пальчиковых батарейках, например, там, или мизинчиковых, вот этих всех батарейках разных всяких. 50% говорят, что сдали бы, но не знают, куда их сдавать, по-прежнему. А 30% говорят, что выбрасывают в обычный мусорный бак. Ну, я себе могу сказать, сдала бы, но не знаю куда, и поэтому выбрасываю в обычный мусорный бак. А тут еще меня напугали всякими страшностями. Я вспомнила, что некоторых из них храню дома. В том числе и уже отработанные батарейки. Сегодня буду ревизию проводить, видимо. Ну, их хранить просто нужно определенным способом. Вконтакте результаты опроса на данный момент 53% выбрасывают в обычный мусорный бак. А вот люди, которые сдали бы, но не знают, куда, 26,5%. Кто-то сдает специализированный пункт, это 14,7%. И под 3% примерно кто хранит дома, либо вообще не пользуется батарейками. Так, немного статистики. По данным Агентства по охране окружающей среды, извините, опять Соединенные Штаты Америки, в стране на долю батарейок приходится более 50% всех токсичных металлов в составе ТБО. Причем батарейки составляют менее 0,25% от объема ТБО. По объему имеется в виду. Хотя всех токсичных отходов, 50% использованы батарейки, содержат ртуть, свинец, кадмий, олово, никель, цинк, магний. Вот таким образом. Ну вот статистика у меня есть еще одна. Из всего объема мирового производства батареек и аккумуляторов в том числе перерабатывается только 3%. При этом в каких-то странах вообще этим не занимаются, в каких-то странах больше. Вот в США перерабатывается около 60% батарей. Между тем тяжелые металлы, содержащиеся в батарейках, способны накапливаться в организме человека. Но об этом поговорим еще позже. Дальше. В большинстве европейских стран перерабатывается от 25% до 45%. В Австралии так вообще около 80%. Вот мы все и сказали за Анну Пантюхину. Аня, скажите, пожалуйста, расскажите, пожалуйста, кто вообще входит в состав вашего молодежного добровольческого объединения МИК? И почему именно открыли пункт по сбору батарейок? Почему мы сейчас с Сашей зачитывали информацию? Ну, молодежная инициативная группа — это школьники, студенты, взрослая какая-то молодежь. Почему открыли и вообще заинтересовались? Ну, потому что мы потребители, потребили батарейки. Ну и потом возник вопрос, поскольку мы внимательны, мы посмотрели на то, что есть значок, перечеркнутый контейнер. И решили, что, а как. Стали интересоваться, узнавать опыт других городов. Ну и вот, в принципе, придумали, что будем делать так. Открывать пункты, проводить экологические уроки для того, чтобы люди понимали, зачем это нужно. Ну и в основном это школьники, поэтому в школах. Ну и в дальнейшем собирать, увозить на переработку в Челябинск. Так, во-первых, где открываете пункты? А во-вторых, почему в Челябинск? Челябинск — это единственный завод, называется он Мегаполис Ресурс. В стране? Единственный в стране, да, который именно перерабатывает. То есть у нас в Кирове есть организация Куприд, которая может обезвредить эту батарейку. Но здесь именно вопрос о переработке, о том, чтобы, как собрав, например, макулатуру, мы получили там новую тетрадь. Здесь мы, собрав батарейки, получили, например, там железо, получили марганец, получили графит. Да, да, то есть новые какие-то материалы, которые могут пойти на другие производства. Ну и, соответственно, производство новых батареек. Ну и пункты, вы спрашивали о том, где они есть, да? Это в основном школы, школа 70-я, 14-я, школа 48-я. Как это выглядит, этот пункт сбора батареек в школе? Чем удобны и почему их достаточно много, как я считаю, много? Тем, что это недорого и это легко. Это 5-литровая пластиковая бутылка, да, есть определенные критерии, которые к ней предъявляются. То есть она должна быть сухая, она должна быть герметична. То есть для того, чтобы положить батарейку, нужно открыть, потом положить, закрыть. То есть все очень так вот строго, не более полугода хранить. Мы все это, в принципе, соблюдаем, это нетрудно. Где стоит эта банка? На видном месте. В любом месте школы? Или кто-то ее контролирует? Кто как определяет. Конечно, есть ответственные, то есть либо педагоги, либо сами ребята, школьники, которых мы обучили проводить уроки. Ну и вот они контролируют, звонят нам, что вот все готово, забирайте. Я почему спрашиваю? Я видела в одном из заведений детских, между прочим, заведений этого города, такую коробочку, обычную картонную коробочку, открытую, небольшую, на которой была наклейка. И ручкой там подписан или фломастером, там, прием батареек. Вот это правильно? Это правда, я видела, я не утрирую, вот буквально. В коробку можно тоже, в принципе, собирать. Но ведь она не закрыта, не герметична. Ну да, может быть, недостаточно герметична. Зависит от того, как они дальше поступают. То есть, может быть, у них был там активный сбор, например, и они вот собирали там несколько дней. Не заметно было, что это был активный сбор. Ну, конечно, это не совсем правильно. То есть, рекомендация должна быть герметична. То есть, можно коробка, но пусть маленькая какое-то отверстие. У вас есть ответственное лицо в школе, которое следит за, собственно говоря, этим пунктом сбора в виде пластиковой бутылки. Как часто вы изымаете оттуда эти батарейки и куда увозите? Раз в полгода. То есть, полгода стоит банка? Да. И за полгода она наполняется? И несколько бывает бутылок за полгода. Мы собираем в один какой-то определенный пункт. Затем, благодаря компании Куприт, хочется поблагодарить, они нам помогают транспортировать эти батарейки в город Кирово-Чапецк. Цепочка такая достаточно большая. И там организации Чапецкру, они тоже эту инициативу реализуют. Ну, как-то так получилось, что параллельно с нами, но плюс они еще увозят. То есть, у них есть возможность увозить эти батарейки на переработку в Челябинск? В Челябинск. Ну, вообще, конечно, одна бутылка пластиковая за полгода, мне кажется, это как-то маловато. Батарейок у нас однозначно больше в домах скапливается. Ну, да. У меня изначально был вопрос, что, может быть, маловато и то, что один всего лишь перерабатывающий завод. А потом, как оказалось, изучал эту проблему, директор этого завода, он вообще интересуется проблемой утилизации рентгеновских снимок, вот этих вот ламп. И по поводу батареек он говорил, мы бы с радостью этим занимались, но зачастую линия простаивает. Мощностей много, мощности хватает, батареек не хватает. Вот я про это и говорю на самом деле. Аня, мне кажется, что на всю школу, а школы у нас большие в Кирове, одна пластиковая бутылка в полгода – это очень мало. Делаю вывод или задаю вам вопрос. Либо вы не очень активно работаете со школьниками, и это просто какой-то там, извините, просто проект для галочки. Либо дети вас не слышат, либо вам запрещают туда заходить с этой информацией. Почему так мало батареек собираете? Ну, одна бутылка – это минимум, как я уже сказала. Какие-то пункты, которые уже давно работают, больше года, они, конечно, в первый этап, там, одна школа у нас, две с лишним тысячи батареек собрала. Насколько активно, и как вы распространяете информацию среди школьников? Ну, вот мы проводим экологические уроки, то есть обучаем волонтеров, чтобы они проводили в своих школах уроки. Ну, и какие-то информационные там, листовки, объявления там и так далее. А учителя как в этом участвуют? Учителя тоже есть, те, кто активно подключается, и те, кто заменят сами, говорят, давайте мы к вам отправим. Да. А есть у нас школы-рекордсмены, кто очень активно в этом участвует, постоянно задает? Я бы сказала, не школы, у нас рекордсмен абсолютно, это библиотека Герцена. Очень неожиданно и для самих сотрудников, и для нас тоже. Очень активно и очень много людей приносят батарейки. А где в библиотеке Герцена батарейки принимают? На входе, на первом этаже, очень красивый там у них пункт, как раз это вот коробочка, но она по всем правилам там сделана. Очень много всегда у них батареек. А можно ли сказать, сколько вот всего таких пунктов сбора в Кирове? Сколько школ задействовано? Ну, не только школы, опять же, повторюсь, это библиотеки очень многие. То есть чувствуете, кто подключается, кто заинтересован. Культура, образование, да. 30 пунктов в городе. Может быть, не так много, потому что, ну, где-то кто-то собирается еще открыть. Не всегда есть время вот прямо капитально этим заняться. Ну, и также хочу отметить, поскольку очень много и общаемся с молодежью области, у нас открылось еще 11 пунктов в районах. Они готовы сами привозить. 30 пунктов в городе, 11 пунктов в районе. А если кто-то вот сейчас пожелает, например, открыть какой-то пункт у себя, там, я не знаю, в доме, в ТСЖ, там, да, в управляющей компании, в офисе, в конце концов, в больших организациях или маленьких, что они должны для этого делать, чтобы все было по правилам, чтобы можно было правильно их собрать, куда привезти, кому обращаться? Ну, обращаться ко мне, значит, взять, как я уже говорила, просушенную 5-литровую бутылку. Секунду, обращаться ко мне, это как? Я скажу сейчас. Так, конечно. Значит, давайте начнем. Взяли бутылку, да, просушили ее, поставили, она герметична, то есть следить, чтобы она была закрыта, повесить какое-то объявление, да, чтобы люди понимали, что это, для чего это нужно. Также не ставить там рядом с батареей или там, чтобы прямые солнечные лучи попадали. То есть вот такие вот минимальные условия. Ну и в дальнейшем нужно проинформировать меня, могу сказать, свой номер телефона. Обязательно. Записывайте. 8-912-702-08-97. 8-912-702-08-97. Кто не запомнил, прослушайте еще раз нашу программу на сайте хаккера.ру после 4 часов. Да, вот хочу также отметить, что телефон прямого эфира 708-502. Если у вас есть какие-то вопросы, либо вы хотите высказать свое мнение, звоните. Также номер для смс 8-909-720-101-0. И у нас уже есть смс, пишет Леха. По-моему, со сбором батареек вы опоздали. Современная техника, всевозможные гаджеты, как известно, работают на литиевых аккумуляторах. Их тоже приходится менять, правда, реже. Как с их утилизацией? Ну, мы собираем тоже, есть какие-то такие, ну, задают вопросы, что куда вот от телефонов, да, батарейки. И мы, в принципе, не запрещаем, мы говорим, собирайте. Ну, единственный момент, что просто раздельно, то есть отдельно вот эти аккумуляторы, отдельно батареек. Все это бесплатно, просто приезжают, просто сдают. То есть нет никакой системы, когда человек может, у нас ведь нет в городе, наверное, или есть, поправьте меня, куда можно сдать за деньги. За деньги вы имеете в виду, вам заплатят или вы заплатите? Конечно, нет. Ну, я разочаруюсь сейчас. Есть, видимо, какой-то стереотип, когда мы сдавали там стеклотару и получали за это деньги. На самом деле батарейки, переработка батареек, это очень затратный материальный процесс. И поэтому нужно вам, чтобы вы заплатили, чтобы вашу батарейку переработали. Для того, чтобы эта батарейка вас потом не отравила. Да, вот, кстати, при производстве батареек в Евросоюзе их стоимость изначально учитывает затраты на утилизацию, потому что эта утилизация, она довольно дорогостоящая, как я понимаю. Это, конечно, у нас не учитывают. Мне кажется, что по нашему закону... А у нас утилизации нет. Нет, может быть, ее и нет, но в стоимости у меня есть ощущение, что она входит. Я хочу, кстати, вам сказать, мы очень ждали на этой неделе Аллу Викторовну, Аллбегову. Алла Викторовна сейчас возглавляет Институт естественных наук Вятского государственного гуманитарного университета. Потому что вот на прошлой неделе у нас тоже здесь было гости, было большое совещание, которое было посвящено новому экологическому законодательству Российской Федерации. Часть, которая была подписана 29 декабря прошлого года, последние дни года, да, 14-го, она тоже нас с вами имеет в виду. У нас с вами это обыватели, жители, да, граждан. Потому что вводятся новые нормы по как раз выбросу твердых бытовых отходов и их утилизации. Она расскажет нам, наверное, я сейчас могу только сказать, что отдельный вид платы появится с 1 января 2016 года, как вид коммунального платежа. Это как раз плата будет касаться тарифов на вот эти самые бытовые отходы. Будет запрещено, например, выбрасывать и не утилизировать бумагу, пластик, резинотехнические изделия, отдельные виды металла, в частности, батарейки. И мы с вами в квитанциях своих с 1 января 2016 года будем иметь отдельную строку, которая нам добавит платы в коммуналку. Но эти средства должны будут как раз аккумулироваться для того, чтобы перерабатывать вот то, о чем мы с вами говорим. Вот эти все батарейки, вот этот весь пластик и так далее. Я не буду сейчас ничего рассказывать. Мы подождем Аллу Викторовну Албегову. Она придет во вторник к 11 часам и расскажет нам, как это все будет работать. По крайней мере, как это сейчас в законе сформулировано и что нас ждет. Но для меня это очень хороший знак, потому что это в поддержку. То есть все вот эти пункты сбора батареек и молодежные, немолодежные изменения нашей эфиры, они говорят только о том, что мы действительно переживаем, волнуемся. И как бы мы долго не обсуждали, привык русский человек или не привык к раздельному сбору мусора, нужно это нам или нет, мне кажется, вопрос уже не ставится. Просто не было ни первого, ни последнего звена в этой цепочке. Первое звено все равно всегда государство, производители, которые должны будут там выполнять закон. Потом уже мы, которые с вами используем, потребляем и должны правильно разделять мусор и его сдавать. А дальше уже операторы, которые собирают. А у нас сейчас операторами молодежной движения выступают различного рода активисты, вместо того, чтобы это был бизнес, например, или структура какие-то государственные. И дальше уже переработка. Сейчас пока мы видим только звено, которое внутри. Это активисты, которые говорят, что это плохо. Мы не просто загрязняем непонятную нам окружающую среду, но самих себя травим этими самими батарейками в своем доме. А уже буквально со следующего года должны будут появиться какие-то профессиональные структуры, которые этим будут заниматься. Ну, это будет уже со следующего года. Будем надеяться. А вот по поводу того, чтобы плата, значит, за сдачу батареек. В Европе тоже есть такая практика, что в магазине человек получает скидку на новые батарейки, сдав старые. Вот хотелось бы, чтобы тоже подобная какая-то практика и появилась у нас, может быть, не через год, может быть, через три. И есть у нас еще одна смска. Напомню, что номер для смс 8909 720 101 и 0, телефон 708 502. Владимир Волков пишет, предлагаю еще и вместе с батарейками принимать ртутные лампы. Ну, видимо, проэнергосберегающие. Это тоже проблема, на самом деле. Способов огромное количество, каким образом заставить людей собирать. Вот мы с Сашей тут спорили до эфира. Он говорит, у нас люди не готовы, не готовы, только новое поколение должно вырасти, чтобы быть готовым. На что я сказала, не надо про мое поколение. Часть, часть, я говорю только часть. Не надо про мое поколение. Вот, посмотри, Владимир Иванович всегда очень активно принимает, и очень многие. Все готовы, но механизмы непонятные, непрозрачные. Банки в школах, это очень хорошо. Я поддерживаю коробочки в библиотеке Герцена, это тоже здорово. Но, ребята, это смешно. Ну, я опять же говорил, что у нас во дворе был раздельный, но... Да, я понимаю, что должны быть следующие звенья, но даже на этом этапе... Покупаешь батарейки, приносишь старые и получаешь скидку на новые. Абсолютно понятный действенный механизм. Есть производитель батарейок, завод на территории России, обязан этот завод в год перерабатывать такое-то количество батарейки. Пусть они занимаются сбором. Ну, не знаю. А вот, кстати, у меня, Каня, вопрос. Насколько я знаю, в Петербург вы ездили и как-то изучали опыт, как там происходит утилизация, сбор батарейок. Да, действительно. И вообще, если далеко в историю уходить, сначала я собирала, с друзей собирала, давайте, активизируйтесь, и возила котомками в Санкт-Петербург. Но я, насколько знаю, что и питерские на тот момент, когда не было этого, ну, завод не запустил эту линию по переработке батареек. Питерские возили, по-моему, в Финляндию и... Анечка, в микрофон, пожалуйста, говорите. В Финляндию возили. И, то есть, ну, какие-то зарубежки. То есть, вывозили в Финляндию, сейчас, слава богу, мы выводим в Челябинск, да? Да, да, да. Ну, вот, то есть, изучали, да, у них это эко-мобиль. Но, в принципе, у них уже не только эко-мобиль, который вот приезжает в определенную точку города, и в определенные дни можно принести туда вот как раз и батарейки, и, ну, в общем, все опасные отходы. То есть, там и лампочки, и аккумуляторы, там, и так далее. Ну, то есть, я как понимаю, там это не ограничивается или там не замкнуто вот в этой пластиковой бутылке в школе? Да, этим занимается департамент просто там. Вот, занимается департамент экологии природопользования. Плюс еще, вот, это просто моя мечта, чтобы у нас так было. У них появились такие терминалы, назовем их так, где есть отверстие под лампочку, отверстие под батарейку и отверстие под ртутный термометр. То есть, ты уже ничего другое туда не... В интернете можно найти очень много по городу этих терминалов, которые вот можно принести. Друзья мои, мне кажется, это все очень хорошо, но это все равно рассчитано только на очень маленькую часть людей, которые занимают активную жизненную позицию в плане экологии. Для всех остальных должны быть нормальные, понятные, действенные механизмы, связанные с материальным наказанием в виде, например, налога, да, или поощрением в виде скидки на следующий продукт. Вот это совершенно понятно, четко и ясно. Это что касается населения, к которому я себя отношу. Вот, видимо, я к такому себя отношу, хотя я всячески вас поддерживаю и, правда, поощряю. Потому что, если бы не появлялись активисты, то, может быть, правительство еще долго бы разжало этот закон, который, наконец-то, принят 29 декабря прошлого года. Ну, вот я позволю себе сказать, что очень радует то, что очень много людей, которые сами нас находят, сами готовы открывать у себя дома, готовы у себя на работе открывать. То есть они звонят, они, вот есть такие люди, взрослые люди. Ани, скажите, а действительно ваши батарейки, которые вы собираете, они доезжают до Челябинска? Вы уверены в этом? Я, конечно, я не видела, да, я не присутствовала, но я уверена в этом более чем, потому что вот организация, с которой мы сотрудничаем, которая дальше отправляет батарейки, достаточно такая хорошая организация, уже длительное время работающая, и которая вот в экологической, напомню, что они из Кирово-Чепецка, то есть в экологической теме очень они продвинутые. Думаю, что доверять можно. Вот мы сейчас говорим по поводу утилизации. Одна минута у нас, Саша, стоит. Да, может быть, подробнее чуть-чуть затронуть тему, а почему нужна эта утилизация? То есть в чем опасность этих батареек, если, например, они, там, мы просто их покидываем. Попадут просто на поликон ТБО, например, или где-то под дерево, в лес, я не знаю. Ну да, то есть если оказалось на почве или на полигоне, во-первых, она может загореться, ну, возгорание происходит на полигоне, соответственно, в воздух, в атмосферу идет отравление, да. Если, например, разрушилось под дождем, там еще под чем-то, разрушилось металлическое покрытие защитное, тяжелые металлы, о которых вы уже говорили, они попадают в почву, почва это у нас растения растут, да, растения едят животные, соответственно, все это попадает там и в воду, и в дальнейшем к человеку обратно. Ну, только вот уже в организме. Ну, вот есть различные виды батареек, вот, например, в тех, которые содержатся свинец, я напомню, чем опасен именно свинец, дети, поскольку они более уязвимы к воздействию свинца, и чрезмерное содержание этого элемента может повлиять на рост ребенка, вызвать повреждение головного мозга, повредить почки, также возможно ухудшение слуха и вообще к поведенческим проблемам. Ну и, конечно, взрослых также это может коснуться и привести к потере памяти, к снижению способности концентрации и различным другим недугам, так скажем. — Поэтому сегодня проведите, пожалуйста, ревизию себе в ящиках, достаньте все неупакованные новые или старые батарейки, соберите их и принесите в библиотеку имени Герцена, или спросите у своих детей, есть ли у них там в школе 5-литровая пластиковая бутылка, куда можно сложить эти батарейки. — Да, и если дома вы храните, то, опять же, не нужно где-то просто их там, чтобы они раскиданы были, а именно в пластиковые бутылки, либо в пластиковые пакеты и как можно скорее в пункт сбора. Сейчас мы прервемся на короткую рекламу. Я уже вижу, что Миша Лицарев пришел, через две минуты начнется викторинная история создания. А мы благодарим нашу гостью Анну Пантюхину. Удачи вам. — Спасибо. — Да, и законодательство вам в помощь. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Продолжается программа «Дневной разворот». Мы смотрим на итоги нашего опроса по использованным батарейкам и видим, что на сайте хакеру.ру по-прежнему большинство, 46%, сдали бы эти батарейки, но не знают куда. А 30% признаются честно, что выбрасывают в обычный мусорный бак. — Ну, в группе ВКонтакте все так же лидирует вариант. Выбрасывают в обычный мусорный бак 54 с лишним процента. Сдали бы, но не знают куда, чуть более 25%. И кто-то сдает все-таки в специализированный пункт, может быть, как раз-таки благодаря организации МИК, чуть более 14%. — Вот у нас Михаил Лицарев, историк, пришел в студию. Миш, что ты делаешь с использованными батарейками? — Они у меня почему-то как-то так складируются. — Ты знаешь, что они отравляют жизнь твою? — Мою жизнь? — Да, она у меня уже давно-давно уже отравляет. — В Герцогской библиотеке есть коробочка по сбору для утилизации батареек. — Я буду знать. — Это значит, что у нас начинается викторина «История создания». Михаил Лицарев пришел уже к нам. Можешь поздороваться. — Здравствуйте. — Спонсор викторины — Завод Вятич. История создания — Добрый день. Это познавательная викторина «История создания». Мы рассказываем вам об интересных исторических фактах из жизни нашего города, региона, края, области. Сегодня будет очередная загадка. В конце я вам дам три варианта ответа. Ну, это, наверное, если все будет плохо. Ваша же задача — понять, о чем или о ком идет речь и позвонить в студию по номеру телефона 708-502. Тот, кто первым даст правильный ответ, получит подарок, сертификат на сумму 1000 рублей в рестораны «Райком» и «Вятский дворик» на ваш выбор. Там вы сможете отведать традиционную русскую и европейскую кухни и просто провести хорошо время с друзьями и близкими. Ты слышала, что Тимоти записал песню про «Райком» и «Вятский квас»? Тимоти записал. У меня постоянно в наушниках играет трек «Наума Блика». Я просто на тебя смотрю. Вот сейчас кто видит Мишу у нас на сайте по трансляции веб-камеры в студии. Он видит, что я на твои татуировки смотрю просто и вспоминаю, что Тимоти записал песню про «Райком» и «Вятский квас». Да-да-да, нам пора уже говорить. Нам показывают наши... У нас сегодня сокращенное просто время. Показывают редакторы. Да, итак, вопрос. У нас прямо вот в центре нашего современного города Кирова у начала оврага Засоры находится достаточно такой тихий, красивый и уютный уголок природы. Это наш с вами ботанический сад. Ну, он не наш с вами, но наш с вами. Сам этот сад, он старый. Ему чуть более 100 лет. Он постоянно пополняется новыми экспонатами, так скажем, и работает только в летний сезон. Закрывается с 1 октября. Основатель этого сада покончил жизнь самоубийством, когда у него этот сад был отобран. Большевиками? Нет? Ну, вообще, в принципе, он не то чтобы был... Ну, можно сказать, что и отобран, он просто был переведен из частных в руки государственные. Не выдержал он таких мучений, что его сад-то любимый был отобран и, собственно, покончил жизнь самоубийством. Отец вот этого вот мужчины, то есть у них прямо семейство такое было какое-то, построил дом как раз вот на западном краю оврага. И вопрос будет следующим. Как же звали человека, создателя ботанического сада? 708-502. Как звали основателя ботанического сада в городе Кирове, который покончил жизнь самоубийством, когда этот сад у него, в общем, экспроприировали? Ну, да, в 1920 году. 708-502, можете уже звонить. Там ведь очень интересная история. Я уже слушателям призналась, что я у тебя подсмотрела твою историю, которую ты сегодня приготовил. И очень хочу тебя попросить рассказать, почему у нас, собственно говоря, для человека это было так важно. Потому что это не на деньги города это было сделано, это не собирали жители города на ботанический сад деньги. Это был порыв души, это была потребность самого этого человека. Да. Его отец, он был человек такой достаточно... А у нас есть звонок. Алло. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Белла Яковлевна, фамилия моя Цибулькина. Здравствуйте, Белла Яковлевна. Я преподаватель, которая работала вместе с внуком. Он, ему приходился этому человеку ли... Но близкий родственник. Истомин. Математик Истомин. Правильно. А это был его дядя. Это был дядя человека, с которым вы работали, да? Да, да, да. Белла Яковлевна. Очень приятно. А где вы работали, скажите? А я работала в 5-м техническом училище. Преподавала литературу и эстетику. Каким был этот человек-то? Владимир Иванович Истомин. Интеллигентнейший человек. Таких преподавателей теперь нет. Он был математиком. Вот и жил он рядом с ботаническим садом. Там, где когда-то было ателье Кировчанка. Не знаю, что там теперь. Там сейчас пустое помещение, в аренду сдаётся. Ага. Вот он жил там. Он рассказывал про своего родственника, про ботанический сад? Он очень-то не рассказывал, потому что мы работали в те времена, когда непопулярно было это рассказывать. Но иногда он вспоминал о нём в узком кругу. Белла Яковлевна, спасибо вам большое. Не кладите, пожалуйста, трубочку. С вами свяжется редактор, объяснит, как и где взять сертификат, как его получить. Очень приятный звонок, правда? Да, очень приятно. Сколько интересного от наших слушателей узнаём. Спасибо вам большое, Белла Яковлевна. Мы продолжим дальше. Давай мы скажем, что Белла Яковлевна получает сертификат от нашего спонсора. Да, на сумму 1000 рублей от партнёра нашей программы, знаменитого завода «Вятич». Сертификат этот в ресторане «Райком» и «Вятский дворик» на выбор, собственно, Белла Яковлевна. Я думаю, стоит продолжить, сказать о том, что, так как уже, скажем так, все карты раскрыты, человека звали Алексей Андреевич Истомин. Родился он в 1872 году. Его отец, ещё его отец, он построил домик небольшой и жил раздельно у своего, собственно, сына с женой. То есть он уединился, так скажем. Был он человеком достаточно таким скупердяем. Отец? Скажем, да. То есть он занимался займами и копил деньги. После смерти... Он был банкир. Ну, он был... Ну, прям уж так уж. Ну, ладно. Прям банкир. Он был вообще бухгалтером губернского земства. Был банкиром. Вряд ли их можно назвать. В душе. Да, наверное, в душе, в мечтах. После своей смерти он оставил в наследство сыну 80 тысяч рублей. Ну, и сын Алексей Андреевич, собственно, и решил организовать вот такое дело. Сад был при нём частным. Туда вход был большинству-то и закрыт. Ну, это его была земля, насколько я понимаю. Да, да. Всё он делал на деньги, которые получил наследство. Он её выкупил, он много путешествовал. Очень много экспонатов. Экспонаты, это понятно, что так... Я просто, честно, не знаю даже, как сказать. Образцы экспонаты, это как-то, наверное, сложновато. Вот мы как раз перед началом выпуска обсуждали. И как-то у нас так всё всплыло, что в своё время был один архитектурный проект. Его начало было положено ещё в 40-е годы XX века. В 41-м году как раз была книжечка такая утверждена. Я помню, даже выставка была в Государственном архиве Кировской области в ГАК. Это, по-моему, Карла Марса 142. А война помешала осуществить эти планы. И вот уже в 50-е годы, насколько мне не изменяет память, честно, я могу даже ошибаться. По-моему, это был архитектор Козлов. По-моему, могу ошибаться. Он как раз предложил план по застройке, по расширению ботанического сада. И ботанический сад должен был простираться на огромной площади. То есть к ЦУМу и туда вообще даже за ЦУМ. И вот, например, тот же самый цирк, те же самые кинотеатры «Октябрь». Это всё планировалось сделать именно вот там. Это всё должно было быть связано с такой цепочкой садов, которые большое бы пространство организовывали. Большого ботанического сада в Кире. Представьте, если бы эти планы 50-х годов были реализованы, в каком городе бы мы сейчас жили. Если бы до Кабы. Да, а сейчас, если мы посмотрим по цепочке оврагов вниз, туда к Вятке, где нам обещали прогулочную, культурную, всякую разную оздоровительную зону, мы будем видеть, что там сейчас происходит. Скоро не останется вообще ни одного дерева. Да. К сожалению, мы благодарим Михаила Лицарева, ведущего программы «История викторина создания». Историка, уважаемого и любимого, приходи к нам ещё. Следующий вторник, 12.30. Спасибо всем. Дневной разворот закончился. До новых встреч. До свидания.